Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом борща, на приготовление которого у меня ушло буквально полчаса. Итак, если вам интересно, как же я его готовила, пожалуйста, оставайтесь вместе со мной. Итак, начинаю процесс приготовления с того, что забрасываю в кипящую воду курицу. У меня здесь несколько ведрышек и окорочок. В этом-то, в принципе, есть основное отличие борща классического от борща за полчаса. В том, что я его буду варить на курице. В идеале, конечно же, борщ нужно варить из говядины, но говядина, все прекрасно знают, варится как минимум 2 часа. И теперь, пока курица варится, я приступаю к почистке и нарезанию овощей. Я шинкую капусту. Кстати, курицу я забросила в кипящую воду не просто так. Я сейчас всегда все мясо для супов забрасываю уже в кипящую воду, потому что, если вы положите мясо с самого начала и вода у вас будет закипать вместе с мясом, то у вас будет образовываться огромное количество пены. Вам постоянно нужно будет эту пену снимать ложкой. А если забрасывать мясо именно сразу в кипящую воду, то пена практически не образуется. Вы значительно облегчите себе приготовление супа именно тем, что не нужно снимать лишнюю пену. Вот такие жесткие части я обязательно убираю, потому что они не успевают провариться и жевать их потом крайне неприятно. Нашинковала капусту и теперь я ее прям сюда, вот, к еще недоваренной курице, сразу закладываю. Они у меня будут вариться вместе параллельно и курица, и капуста. И теперь, не теряя времени, я буду чистить и резать картошку. Картошку я тоже закончила резать. И прямо сразу после нарезания я ее добавляю в кастрюлю. Все, теперь оставляю овощи и курицу вариться вместе в течение минут 10-15. Прошло минут 7, и я достаю курицу на тарелку для того, чтобы она остыла, и я смогла ее разобрать. Я вот, вы знаете, не люблю, когда в тарелке плавают кости. Наверное, неудобно мне будет это сделать половником, я это сделаю вилочкой. Я говорю, я не люблю, когда в тарелке плавают кости. Вы знаете, вот, мне нравится просто кушать супчик и не задумываться над тем, что мне придется что-то там потом обгладывать, потом мне придется мыть руки. А так ешь себе и ешь. Сейчас она остынет буквально минут 5, и я ее переберу, и уже просто филе я сложу обратно в кастрюлю. Тем не менее, овощи у меня продолжают вариться, я их выключать не буду. Там на заднем плане у меня ребенок играет. Пожалуйста, не судите строго меня за лишние звуки. Все, продолжаю варить овощи. Не стала я дожидаться полного остывания курицы, я так, знаете, аккуратненько вилочками ее разобрала. Все, теперь я ее возвращаю обратно в кастрюлю. И оставляю вариться еще минут 5. Далее я добавляю перец черный горошком. Но если я просто так его кину в кастрюлю, то потом этот перец будет плавать, попадаться в тарелки. Не всегда получается его вовремя достать. Опа! Выловила. Я его поймала. Не всегда получается его достать вовремя. Очень сами знаете, когда раскусываешь черный горошек, это отвратительно. И я нашла для себя классный способ, как получить привкус перца в супе, но при этом, не дай бог, не раскусить его. В общем, я использую вот такие чайные пакетики. Конкретно эти чайные пакетики шли нам в подарок вместе с чаем базилурно. Их продается огромное количество на Алиэкспресс. Мы их, кстати, там покупали. Ссылочку я на них оставлю в описании. В общем, вот такой пустой пакетик для чая. Я складываю перец в черный горошком. Завязываю его. Да что ты! Руки-крюки! Все. И теперь я этот пакетик кидаю прямо в кастрюлю. Аромат перца будет присутствовать в супе, но при этом сам перец ни за что не попадет к вам в тарелку. И далее я в эту кастрюлю буду загружать вот такую заправку для морща. Рецепт ее приготовления есть у меня на канале. Вот он. Вот. Но, конечно же, я прекрасно понимаю, что у большинства людей, кто сейчас смотрит это видео, такой в заправке в наличии нет. И я знаю прекрасную альтернативу вот этой заправке. Это маги-заправка для морща. Вот она. Вот так она выглядит. Она продается в обычных продуктовых магазинах. Вы ее можете приобрести. Стоит она чуть более 60 рублей. И я вам хочу честно признаться, до того, как я начала делать вот эту заправку сама, я на протяжении огромного количества лет использовала именно вот эту заправку от маги. Она ничуть не уступает такой вот домашней или домашней ничуть не уступает. В общем, они практически аналогичны. Я добавляю сейчас заправку своего приготовления. Если же у вас такой заправки нет, то просто покупайте заправку для борща от маги. Вкус получается изумительный. Далее подсаливаю. Добавляю несколько лавровых листочков. И как вишенку на торте я всегда добавляю борщ с зелень. Добавляю свежую зелень, если она у меня есть в наличии. Добавляю сушеную зелень. Но обязательно стараюсь всегда добавлять зелень. Кстати, мороженую зелень добавляю зимой. Я потому что всегда стараюсь наморозить зелень на зиму. Теперь для того, чтобы вкусы раскрылись и перемешались, я провариваю еще буквально в течение минут 5. Вот такой борщ у меня сегодня получился. Да, конечно, я прекрасно понимаю, что это не классический борщ. Я прекрасно понимаю, что настоящий борщ варится совершенно по-другому. Но зато на приготовлении этого борща я потратила буквально полчаса. И поверьте мне, он очень вкусный, вам очень понравится. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, всех целую. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok